Библейский портал экзегет.ру представляет Почему второзаконие, которое по названию своему должно содержать закон, содержит закон не с самого начала Ну, понятно, потому что закон это все-таки некоторая абстракция Но второзаконие, прежде всего, устанавливает отношения между израильским народом и Господом И закон лишь форма этих отношений Поэтому долго и трудно второзаконие подводит нас к этому закону 11 глава, пожалуй, в этом смысле ключевая Начинается она прекрасными словами «Люби Господа, твоего Бога, всегда исполняй свой долг перед Ним, следуй Его предписаниям, законам и повелениям» Ну, а дальше, собственно, что это означает, да? И, казалось бы, вот здесь и начать излагать конкретные пункты закона Но здесь идет не это Давайте посмотрим, что идет сразу после призыва любить Господа и исполнять свой долг Помните же Он затопил их водами моря Сув Он уничтожил их, а по сей день это так Что он делал для вас в пустыне, пока вы шли сюда Что делал он с Датаном и Авераном, сыновьями Ильява, потомками Рувима Раскрыл из земля свой зев посреди израильского стана и поглотил их вместе с семьями, шатрами и скотом Ну, это одна из историй очередного такого, скажем, восстания против авторитета Моисея «А вы своими глазами видели все великие деяния, которые совершил Господь Поэтому исполняйте все повеления, которые я возвещаю вам ныне Тогда вы будете сильны и придете в ту страну, в которую направляетесь, овладеете ею И долго будете вы жить на земле, которую Господь поклялся отдать отцам вашим и вам, их потомкам, на земле, текущей молоком и медом Ну, и зачем об этом еще раз он все это напомнил И здесь он говорит, это видели не ваши дети, а это видели вы До этого он говорил, это не с вашими отцами случилось, это случилось с вами У вас есть личный опыт общения с Богом Пусть не такого, как у самого Моисея общения, но все же Вы видели то, что он сделал в вашей жизни И этого достаточно для того, чтобы его любить Этот призыв любить Бога, он действительно звучит призывом, там, не знаю, будьте хорошими Делайте все хорошее абстрактно Если не сопроводить его напоминанием о том, что уже в вашей жизни напоминает о Боге Почему ваша жизнь, она перед Богом, с Богом, ради Бога протекает Вот он это и делает, да, для того, чтобы не нужно было еще каким-то образом напоминать Еще каким-то образом доказывать, что, ну, вообще-то Бог, он хороший, да Нет, вы это видели Более того, ваши дети не видели Отсюда вытекает обязанность передать им это А передать, причем не в какой-то абстрактной форме Катехизиса, там, или, я не знаю, рассказы о величии Божьем, вот Которое где-то там высоко и к нам не имеет никакого отношения Вот так, чтобы это действительно стало частью их собственного опыта И дальше Страна, в которую вы идете и которой овладеете, не такова, как Египет, откуда вы ушли В ту землю ты бросал семена и расшал ее, как расшают огород, работая ногами А страна, в которой вы идете и которой овладеете, это горы и долины, расшаемые дождем с неба Это страна, о которой заботится Господь, ваш Бог Он присматривает за ней постоянно в течение всего года О чем идет речь, работая ногами, не очень понятно То ли они носили воду, то ли они, допустим, лопатой копали каналы А лопата в основном ногами приводится в движение То ли они, может быть, даже какой-то механизацией малой там закачивали воду на поля Неважно Действительно, Египет засушливая местность Там есть Нил, он очень полноводный, но вокруг него, кроме узкой прибрежной полосы, все пустыни И, конечно, нуждается в орошении А Ханаан, куда они идут, там есть источники, там есть дожди И поэтому это другая земля Но дело даже не в том, что везде разный климат и разный ландшафт, это понятно А в том, что Египет — это страна, где земледелие возможно только при каком-то очень сложном и сильном государстве Потому что нужно копать теороситные каналы, их нельзя в одиночестве себе копать Это должна быть целенаправленная некоторая централизованная деятельность Ну и там вот вы работали А дождь, он везде идет Вот Ханаан — такая страна, где можно везде набрать воды Потому что, не в любое время, но в сезон дождей везде Потому что она с неба, потому что она из источников И не нужна громоздкая государственная машина Вот не случайно, может быть, израильтян отправили именно туда Для того, чтобы они чувствовали свою ответственность и свою зависимость по отношению к Богу, а не к государству Ну и вроде все ясно, да? То есть Бог вас благословляет, Он вам все дает, вы должны Ему быть благодарны А дальше идет очень важный вопрос Ну хорошо, а что вы выбираете? Потому что человек может все знать, но что он выбирает в конечном итоге Если вы будете слушаться моих повелений, которые я возвещаю вам ныне Будете любить Господа, вашего Бога, и служить Ему всем сердцем и всей душой То я стану в срок посылать дождь на вашу землю, дождь осенний и весенний И у вас будет зерно, вино и оливковое масло Я сделаю так, что на пастбищах вырастет трава для вашего скота, и вам не придется голодать Остерегайтесь, соблазниться и, свернув с пути, пойти служить и поклоняться другим богам Иначе Господь разгневается на вас и затворит небо, и не будет дождя, и земля не даст урожая И вы быстро исчезнете из прекрасной страны, которую Господь отдает вам Вот, собственно, и все Выбирайте Но дальше это будет повторено еще и еще раз У всего есть свои последствия Человек предупрежден Не влезай, убьет, в лес убила Пустите мои слова, всегда будут у вас в памяти и в мыслях Повяжите их на руку, как знак, пусть они будут постоянной повязкой у вас на лбу Ну вот, я напомню, что это уже у нас встречалось Когда, слушай Израиль, были произнесены слова Вот на руке и на лбу иудеи до сих пор носят отрывки из Писания Которые, собственно говоря, им напоминают о том, что они в состоянии этого завета с Богом Ну, можно понять, что здесь не скорее физический такой жест А в большей степени символический, да, то есть на руке и на лбу Это то, что ты делаешь, это то, о чем ты думаешь Передайте их своим детям Повторяй их постоянно Дома ты или в пути, ложишься или встаешь Напиши их на дверных косяках твоего дома и на городских воротах Тогда ваша жизнь и жизнь ваших детей на земле, которую Господь поклялся отдать отцам вашим Будет длиться долго, пока есть небо над землей Вот, это навсегда, да, то есть Со стороны Бога это навсегда С вашей стороны столько, сколько вы захотите Человек свободен выйти из этого завета с Богом в любой момент времени Если вы будете исполнять все повеления, которые я вам возвещаю Будете любить Господа, вашего Бога Всегда будете ходить путями Его, останетесь верными Ему То Господь отдаст вам земли всех этих народов Вы овладеете землей народов более многочисленных и сильных, чем вы Всякое место, на которое ступит ваша нога, будет вашим Все земли от пустыни до Ливана, от реки, реки Ефрат до Западного моря станут вашими владениями То есть это огромная территория и вновь и вновь Дождь будет, успех на войне будет Никто не выстоит пред вами Господь ваш Бог распространит по всякой стране, в которую вы вступите Страх и ужас перед вами, как он вам и обещал Ну и дальше вывод, собственно, еще раз уже такой обобщающий, подтверждающий Это вот Ныне я предлагаю вам благословение или проклятие Благословение, если вы будете слушаться появления Господа, вашего Бога, который я возвещаю вам ныне Проклятие, если вы не послушаетесь появления Господа, вашего Бога Сверняйтесь с того пути, на который я наставил вас ныне И пойдете за другими богами, которых вы и не знали Благословение и проклятие, да, то есть у человека есть выбор Его Господь благословляет или проклинает Потом богословы будут ломать копья, как это получается А вот здесь уже сказано, что это в конечном итоге выбор самого человека Когда Господь, ваш Бог, приведет вас в страну, овладеть которой вы идете Провозгласите благословение на горе Горезима, проклятие на горе Гевал Эти горы находятся по ту сторону Иордана, где дорога на запад На земле Хананеев, живущих воровья, близ Гилгала, неподалеку от дубов Море Ну, здесь Дубрава Море или Мамвре, там по-разному это упоминалось Но в истории Авраама она сыграла важную роль И обратим внимание, что вот эти две горы И, соответственно, с самого начала они должны произнести эти благословения и проклятия Благословения тому, кто соблюдает проклятия тому, кто нарушает заветы Божии И это, собственно, их переход к границе Они переходят к границу обетованной земли Но одновременно они переходят к границу вот этого оседлого образа жизни в завете с Богом И поэтому с самого начала они обозначают ее не только территориально и не столько территориально А сколько содержательно, да, вот те заповеди, которые ограждают израильтян от язычников И дальше, собственно, пойдет их перечень Ныне вы переходите Иордан, чтобы овладеть страной, которую отдает вам Господь, ваш Бог Вы овладеете ее и будете в ней жить Строго соблюдайте и исполняйте все предписания и законы, которые я возвещаю вам ныне И дальше 12 глава, и вперед пойдет, наконец, рассказ Что же нужно соблюдать, в чем заключаются эти заповеди Но вот обратим внимание, что первые 11 глав – это, по сути, предисловие к закону Кроме 10 заповедей, которые у нас появились довольно быстро в 5 главе Почему так? Ну, наверное, потому что 10 заповедей, они, ну, не часть законов Как вот некоторый небольшой кусочек, наравне со всем прочим, да А они какие-то очень важные принципы отношений Бога с его народом Именно принципы, и как принципы они были даны сразу А детали, подробности, вот эти вот заповеди в качестве какого-то списка Это все можно дать потом, и они действительно, начиная с 12 главы, у нас появятся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok